Игнатий Тихонович, Иоанн Васильев, у которого мы брали интервью, священник из нашей татарской метрополии, недавно прошел у него диспут с одним шейхом Джаузи, в другой стране находится этот шейх, они давно уже там около может года у них какой-то там перепалка там на каналах была и вот прошел диспут там два часа и я знаю что вы от корки до корки его посмотрели и вот мне бы хотелось узнать вы какой бы могли дать комментарий или может какой-то совет как вы вообще отнеслись вот такой к такому диспуту у вас большой опыт вы я через вас прошло более около уже наверно сейчас три тысячи мусульман плюс вы всю жизнь диспутировали с дистектантами и многие люди люди пришли в церковь и ваш совет здесь и ваш как бы комментарий будет очень важен мне бы его сюда как-то васильева то этого и она чтобы он хотя бы слушал пусть муж от страха закрылся шапкой я предложил ему несколько раз он ответа не дал поблагодарил но видно что не хочет выходить на вас и не хочет значит она чтобы обижаться не будет что мы без него беседуем а его талантах ну что все равно на страшном суде все по-другому будет все будет на пользу ну понятно ну что сказать даже боязно говорить даже не верится что такая бестолочь тот понятно говорит все а вот там то было однажды написано где-то и оставил с обратной стороны начну говорить он же знал какой ответ того будет у того что спрашивает у него духовного мизерной молекулы нету он ничего не знает а вот там а там было написано что про нашего пророка а вот сейчас нигде нету там четвертого века вроде четвертом веке изменили и даже нигде нету то есть ни на каком языке ни в одном евангелии нигде нету новом завете чтобы говорилось про про их а грани кто организовал их религию я говорю про ислам ну нету но тогда чем говорить то если нету отсюда и вывод что его не было там раз ни у кого нету не могли же договориться давай выщеркнем по-английски давай по-гречески по-арабски евангелие сохранилось и даже нужды нету ну ладно в русском языке где-то могли упустить а как бы умышлено то кто сделал бессон верующий а не верующий доступа не имели евангелие есть чем сравнить есть оригинал даже к сто тридцать шестому году относятся не говоря о синайском манускрипте гигзаплах оригена у нас сколько есть такие которые относятся там уже к четвертому веку а их то книгу то и сравнивать то ни с чем оригинала нигде нету она с неба такая сошла хотя там даже намека на это нет они же тогда когда составляли рассказывают и пишут об этом специалисты арабисты сколько было разных какие-то сжигали убирали собрали и а так очень легко все сбу от бога у нас человеке движимые духом святым писали движимые а некоторые могли это никак не могли по-другому движимые а переписчики про них не написано но они строго смотрели евреи то в каждой строчке напротив строчки знаков сколько знаков один знак нельзя потерять было тем более бог сказал небо и земля приедут исчезнут но ни одно слово ни одна йота ни одна черточка и все теперь который он перебирает отдельно это мне говорится о том что ошибочные такие какие-то там специальные места где портили евангелие ему либо или не за доверять но даже докажет он докажет тот бас и не стал еще говорить да там нигде этого нету вашей книги дальше что все осталось то же самое главное иисуса христа спасителем не признают остальные доказательства они все согласятся на дальше то что дальше не не разговаривать не о чем тем более надо понимать что тот говорит подконтрольно чуть не так голова будет у него отдельно от тела валяться серьезно многое поставлено это и поэтому он говорит и такие слова и интонации я настолько уже это на и вижу он тарабарит торопится сказать и 10 человек как будто наблюдает одно слово не так и каждый кинжал ему подставляет как будто ему разницы это никакой нету эти аяты там василий будет смотреть это проверять тем более никакого отношения к спасению это не имеет даже все что ты доказывал спасеннейший день все абсолютно ты прав надо то чтоб тебя не приняли да как они примут когда у них эта книга есть и толкование у них свои там есть а толкователи ты вот я знаю какие есть места определенная щетка нужно говорить им когда они начинают говорить о том что вот у нас и со такой а ваши иса это иисус я нигде не слышал не о даниила сысоева нигде чтобы прямо и щетка говорили это разные персонажи в разное время жили между ними тысячу шестьсот лет разница откуда вы знаете из ваших книг из ваших мы когда считаем книгу исход 6 глава 20 стих откуда происходит это мариам там мать как бы и сыщи а вот у них где написано это в коране девятнадцать двадцать восемь первая цифра это сура и аят шестьдесят шесть двенадцать три тридцать пять тридцать шесть показано это не просто какая-то ошибка это не ошибка это то что истина у них тысячу шестьсот лет между ними ну допустим они скажут один и тоже я я имею другой довод да смотрите я беру библию показываю вы ее считали допустим сейчас все шейхи соберутся все мулы признаете или не признаете что она божья я начинаю рассказывать очень просто когда умер основатель вашей религии только один человек на тысячу ответил точно шестьсот тридцать втором году после рождества христова шестьсот тридцать втором я говорю теперь 5 40 47 аят говорит мы люди писания иудеи писания другого не было в половине седьмого века мы люди библии не просто люди писания как вы говорите там того проще а люди библии и если вы это признаете нам больше не надо ничего если вы признаете и так нас называете хотя конечно слишком высоко нас они думают люди писания да какие мы православные то в массе то своей знать не знают это не ну а нам уже с авансом похвалу дали или на показали маршрут куда идти 5 39 евангелия от иоанна исследуйте писание православный не знает этого мусульмане знают мы люди писания описания то и не было у нас и они сказали не со зла по-доброму потому что нам-то это бы на пользу было а какая польза когда у нашего писания то нет только спустя 900 лет перевели его на русский язык враждую против него это одно если мы люди писания значит я по нему и разговариваю иисус говорит идите по всему миру и проповедуйте евангелие всей твари кто будет веровать и креститься спасен будет я вам пока кто не будет веровать осужден будет все мне не надо никуда идти это писание начинаем говорить я говорю заранее говорю эта книга ваша сегодня уже несколько человек прошло и ни один не считал или засчитать на другом языке надо только на арабском на арабском я город и знаешь его нет я считать могу а перевести как перевести ну понятно что было ты кто туркмен но мне переведи по-русски я могу говорю по-немецки считает и понимаешь сказал нет по-русски вот как это звучит глава такая стих такой я по-английски мы считаю он не знает тебе толк то какой по верблюжьи по шакалье или какой-то другой язык звериный будет главное что ты не понимаешь и тысячи уже 70 для него я говорю в этом положении то мы-то не лучше вас хоть маленько понимает там паки паки на нас все собаки и не сделаешь ничего я ему говорю что мы-то такие же столбы стоим ну ладно наша группа мы евангелие все-таки считаем а вы знать не знаете ни один ни один я хочу ему сказать переведи сегодня на улице морозно как по-арабски будет не знаю но ты вообще не знаешь и трудность какая-то просто скажи я шел и упал вот три слова не знаю не может перевести так зачем остальное ля 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 там по порядку говорит это смех один это что игра какая-то то что нам сказал иоанн затаус относится и к вам если верите вы в эту книгу не считая ее конечно он не про эту книгу говорит он говорит по святое писание про евангелие если вы ее не считаете вы не знаете закона божия ну да но раз не считаю что знаю а не знаю вы его нарушаете по неволе ну да ну и они они точно так же не считают он нарушает нарушает а нарушая ты погибаешь и все от того что не считаешь речь идет о библии теперь дальше я не могу продолжать слова и она затауса потому что с библии не сходится теперь вы признаете что людям описание а у вас там сказано о нашем пророке нет этого это обман но как-то нет нигде нету это нету покажи где давай любого покажите где на духа святого говорить его обезумели о духе святом говорить этот научить чему он научил о ком сравнить дух святой и но сейчас о грехе о правде о суде о каком грехе что не верует в него а ваш основатель религия разве может говорить что люди виноваты потому что не верят евангелию а правде что вознесся на небо и о суде что князь мира осужден то у вас он не осужден понимаете мы их сразу поставим на место расширим вводим туда места священного писания и разбегаем конкретно четко ясно достаточно пять фраз ну при большей крепости 7 я вашу книгу не лезу мои рассуждения такие я не открываю не доказываю правда не правда меня не касается то ваша книга я прошу хорошо я сделал мусульманами разговариваю я не критикую а вы залазите сразу в библию не считали а там неправильно аисус христос не умирал это какого-то начальника распяли другой групп брата его третье еще зачем ты залазишь мою книгу когда ты не знаешь это разные люди иисус означает спаситель иисус новин иисус сын сирахов иисусов много было только в литературе мы знаем сколько было они ничего не знают и теперь давайте беседовать так я не нападаю не трогаю и вашу книгу вообще никак единство должен строиться на том что и вы относитесь ко мне с уважением а то я уважаю любую религию я вас не справляю меня это не касается почему мне достаточно того что есть мне надо опровергать никакие веды никакие кораны никакие не надо вам наносить раны я знаю еще сказать конкретная щетка договорились договорились давайте договоримся так как только вы начинаете что-то опровергать в библии с это будет стоить тысячу долларов давайте сразу договоримся возьмите там свидетелей вы согласны вы согласились что не будет трогать библию опровергать а раз попятили значит вы хитрые вам сходит с рук здесь не пройдет нужна беседа нужно если я буду трогать там опровергать что-то хотя бы одно место где-то с меня тысячи долларов я иду на это вы не идете отсюда вывод какой они должны дать вывод что они привыкли топтаться в библии мы спокойно смотрим начинаем беседовать в священном писании написано так исследуйте писание ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную они свидетельствуют а мне а мне не о другом пророке а мне по порядку и она 5 39 дальше когда люди ошибаются неправильно судят о спасении матфея 22 29 заблуждаетесь не зная писание описаниями называется библия может договорились это и силы божии так заблуждается кто и дальше мы считаем 247 апостол господь ежедневно прилагал спасаемых церкви у вас церковь где у вас и название такого нет вы не знаете что такое у нас написано кто не родится выше не может увидеть царствие божие что такое родиться свыше поясним вам царство божие нужно по нашей книге вы сами решайте вы как относитесь если это к вам не проходит вас значит участь будет та же самая а теперь это не все нет другого имени данного человеком которым надлежало бы нам спасти 4 12 деяния апостолов нет другого имени не надо тут подставлять ни арабов ни русских ни немцев ни греков ни евреев нет другого имени кроме иисуса христа теперь вы как относитесь к я их буду спрашивать по нашей книге вы спасение имеете или нет оно вам близко не стоит даже и галат 1 глава 8 9 стих если мы апостолы рассулы придем к вам рассула то апостол переводится или ангел с неба джебраил или кто-то будет говорить не то ему анапима где бы это ни было какие бы книги не приносил где-то другой это него не ангел господень а напи моему ему анапима это я по своей книге говорю и поэтому я не могу никуда сдвинуться испортить еще нельзя было господь горит я бодрствую над словом моим считаем пророка иеремию показываем и дальше я господь горит небо и земля исчезнут ни одна черточки не исчезнет и как горе говорит горе тому кто что-то прибавит к ним убавит галата притча соломона 30 глава 5 6 стих все всякое слово божие чисто а вы говорите переписывали зачем ты библию то мы лезешь мы договорились переписывать 1000 долларов на кон он не даст конечно но раза три ему суну да еще бумажками долларов по крису перед носом то и видно будет что лжец без нападок на библию он еще не может сказать не может нам нужно идти делать что бог сказал идите и проповедуйте гнали меня будут гнать и вас слушали меня будут слушать и вас что иоанн батюшка иоанн васильев не считал про это зачем ему лезть туда когда это смертельно опасно смертельно опасно во каждое ваше слово превратится в меч который режет голову не трогать никаким образом у меня табу аллах мухаммад каран не произношу разговаривать с ними не трогай никак вы отвечаете избрали я тебе проповедую по слову божию что нигде спасения нет только во христе вот агнец божий который берет на себя грех мира евангелия 1 29 ибо так возлюбил бог мир что дал сына своего единородного так бог один в трех лицах у нас написано отца и сына святого духа он опять начинает зачем ты опровергаешь у меня еще 1000 долларов все кончилось и больше ничего не будет надо чтобы они больше набрали свои слушатели я не отрицаю ваш иса пророк я даже не разговариваю не обращаю внимание зачем он мне нужен когда мне спасение дал мой иисус христос не иса христос который взял грехи мира который никогда не говорил прости меня го господи он говорил вас простить распинатели он безгрешный что васильев никогда не сказал это зачем он туда лезет мне это очень понятно ежедневно беседую но я не знаю сколько ну ну больше ста человек каждый день у меня проходит больше ста мусульман я время-то все провожу здесь и вот сегодня я с одним долго беседовал да вчера было так господь находит таких ну в среднем я гляжу на 500 на 600 мегабайт тут понятно что это отдельный ролик сегодня один тоже зашел а то это вы верите так я военный я ищу ответы я стал говорить я нашел ответ он его состояние как у меня было когда ну и сразу договорить надо мне это не надо мне не надо не надо зашел зашел в скайп я ему все скинул он еду на работу военные как встретиться только в скайпе в рулетке в этом садоме вторая встреча не предусмотрена после первой встречи вы сгорите огонь прольется с неба вот и все но для меня как коронные для них слова это пятая сура сорок седьмой и шестьдесят восьмой аяты все там говорится о том что нам бог дал всевышний дал инжил евангелие я по нему поступаю я не заставляю вас верить но у меня нет ничего то за чтобы мне уже голову резать другой начинает что-то говорить я вас обидел как-то я начинаю как-то обозвал вашего руководителя за что казните я вообще ни слова не говорю я на ваши слова я не обращаю внимание а вы неверные считаетесь ну так и считай мне не дано повеление слушать что ваша книга для меня скажет а я тогда ваших не для меня это важно потому что на суде божьем предстанет этот день а любви божий я возвестил будут говорить или не будут или имея говорить несколько раз я посчитал где-то 7 раз наверное а ты говори я говорю так а неужели о нас не написано лжепророки придут но не верьте им а дальше считаем 1 иоанна кто рожденное не свидетельствует о боге о христе что он не спадет христа пришедшего во плоти пришедшего то есть он уже был а пришел только во плоти тот обольститель и антихрист теперь подумайте к вам относится это вы то и другое отрицаете ну значит остается только обольститель и антихрист все никаких других даже мест писания не надо доводить главный вопрос ставить о грехе потом человек сегодня один-то молоденький совсем мусульманины я говорю вы умрете ну конечно а смерть это возмездие за грех а где вы согрешили ты в хорошей семье мусульманской родился у тебя все замечательно глаза я говорю трезвые тебе только верить и в раю быть но в раю ты не можешь быть потому что грех ты сам сказал что раз умираешь значит грех а кто грех за тебя взял а как никак никак потому что если приговорен ты к смерти что доброе дело меня казнят утром какие добрые дела со мной связь прервана меня поймали я грешник мало ли чё я делал вот показывает каде у них идет по базару фильм такой поставили маленький а внизу комментарии русских на бы такого каде каде это судья он идет со слугой и идут рядом там полицейские ли кто-то он подходит так хлеб у тебя как хлеб это хороший высокосортная мука он свежий а вот так поднимает положок а у него там внизу он достает они там у него спросом и это какой сорт у тебя как валан торговец ты говорил рыба 2 свежесть она не бывает 2 свежесть она только 1 должна быть ты лжешь и здесь та же самая история а цену-то ты какую назначил такую а штрафовать а другой продает там какие-то сандали он взял да кожа такая ну как какая кожа никакая козлина и самая дешевая на другой порвется обманывал обманывал тащите его к воротам и за уши прибейте его к воротам за уши но на него жалоба на каде это ну и там по дешах или кто с ним разборается слушай жалоба на тебя он критя исполняю что вот в этой написано книги а эту книгу дед и прадед составили я что-то нарушил нет и так я так делал буду делать тогда я не буду перед законом виновен а котором уши так жестоко я уже не первый раз его предупреждаю он обманывает людей люди платят деньги за хороший товар он плохой дает все и все нам бы такого каде вырастите это я помню роберту рождественского кто-то писал а он потом комментарии давал и горит нам пишут знаете у нас есть мужики хорошие есть но пьют все вы нам мужика найдите такого башковитого нормально он готовит они у нас по полочкам не лежат вы из своей среды вырастите таких вроде пришлите нам хорошего из варягов то а мы псков подчинимся тогда и руководить то некому были с другой стороны призвали руководителей у него конечно и собой войск он не один приходил и поэтому карали здорово но зато главное то это стоял мятежа не было так и здесь здесь должна быть строгость меньше чем на тысячи долларов не согласен и все и не один даже не полезет они сразу молву разносят я не скрываюсь перед вами я не произношу даже имени ваши которые для вас святыми считаются я свидетельство своей вере вы свидетельствуйте мы поделились в два раза больше талантов как один год у тебя яблоко у меня обменяемся у нас по одному осталось а когда две идеи ты мне свое я тебе у каждого стало по две идеи ну тут маленько можно их расшевелить вот так все спасибо христос по этой беседе с ним значит все вы сказали да да ну а то еще тут говорит то брак стопроцентный брак а тот там говорит там на своем языке и там поговорить и видно в таком запале там ничего не надо этого не а то вот она была его нет ну как теперь доказывать было или не было же не что подписать но не было нигде он говорит уже ни в одном манускрипте нигде нету что упоминали их пророка в нашем евангелии нету а ты хочешь доказать что он был не было понятия о нем не было 6 половиной столетий 7 столетий никто и не слышал но было сказано придут уже пророки и будут чудеса делать не верьте не ходите вот это сказано я должен знать библию держаться за библию молиться на библии свидетельствовать о библии вот тогда будет разговор он мне говорит свой я могу высушить сколько 20 минут а потом по 10 минут они назначили дважды пожалуйста но я буду говорить и считать места писания которые говорят о любви божией его это будет добивать он обязательно будет кидаться это неправда мы договорились в библии вы ничего не опровергаете так третья тысяча долларов я прошу переслать мы договорились больше пока не надо потому что я вижу вы не намерены все отдавать деньги теперь только говорим о деньгах возвращайтесь ну а как если я солгал по 100 ударов распределить на 40 дней чтобы вас на площади драли свои а где это такое ну я могу сказать в афганистане у них там кто-то не знаю сказал говорит тут умер у нас один мусульманин она борода должна быть 6 сантиметров никак вот я сегодня смотрел у отца олега стеня его там два два сантиметра щетина торчит да нету два сантиметра пол сантиметра наверное и там кто-то говорит у него борода короче стражи исламской революции заявляются замерили тут тут 4 сантиметра переворачивайте его перевернули они теперь мертвому палками сколько там 80 ударов что ли дали все это закон они следят за этим я считаю как-то корабль заходит кажется из нидерландов и там лоцманский кораблик приходит чтобы провести по руслу куда за это деньги платят и он говорит у вас тут все нормально на корабле водка то есть есть а буфет закрытый но я не знаю а ну-ка пойдемте пошли а буфет открытый он должен быть опечатаны да как же так да вы же обязаны следить за этим но я не знал это не пойдет так корабль только прищалили капитана сразу арестовали мы у вас брали так подожди сейчас я здесь как бы брякну кто-то зашел зашел его надо принять чтобы имеем его не потерять вот сейчас не знаю куда сдвину сейчас подожди-ка принять а потом я его найду кто это такой то что много у меня было сегодня таких людей так вот так что-то я потерял наверное сейчас давид еще хотел выйти давид я не пойму куда мне надо нажать на что видно было ну а мое лицо там есть где-то вот или ваши о открылся этот олег нет а мое лицо где-то есть до иконки ничего нету все исчезло туда вот слева там ладно джигда какой-то город я за закончу я не пойму какую кнопку то нажать чтобы бит это было ну ничего я-то вас вижу видео записывал я принял тут и он сразу пишет пишите это вот и вот это вот его сразу блокировать надо я сразу блокирую сейчас не буду пока это ну подожди заблокирую тогда он звонит иначе бесконечно вот сейчас сейчас я его заблокирую подожди минуточку прям буквально минутку это вот я знаю он сейчас на меня выйдет он по всем проходит я все за заблокировал его вот так вот все вы видно сейчас я вас вижу вы меня видите я-то вас всегда вижу ну вот такое дело арестовали капитана в этом порту джигда кажется на кажется на полтора или два года заплатить там монета 50 кажется тысяч евро и каждые три месяца кажется его выводить на площадь и давать по 40 палок удар вот и все маняли рабочих из англии но они там работают хорошо претензий нет а в обед зашли они обедают как же так вы знали что у нас сейчас пост идет знали вы подписали что не будете нарушать будете как мы соблюдать ну понимаете мы устали нет об этом сейчас не речи нету и что всех арестовать под суд и кажется на три года я говорю по земли ногами не доставал домой так и донесся и штрафы и все что заработали все изъяли до границы и пинка под задницу вот как работают они это я беру из литературы из событий какие есть вот так давайте работать я ему рассказываю мусульмане у вас серьезные люди есть умеют следить за порядком каде не нарвитесь на это и все я ему в это время засвидетельствовал ролик выставляем заранее договариваемся чтобы никто не командовал моей записи а васильев я ничего не могу сказать кроме того что будь христианином я больше ничего не могу сказать будь христианином не не толочься там где тебе не надо не надо этого делать показывать что без а мне безразличная толерантность православие одна из самых нетерпимых религий в мире какой толерантность когда своих старобрядцев миллионами душили о чем ты говоришь и страха это все болтаете не вспоминаются слова владимир владимировича путина кто-то там говорил там судили лозунг россия для русских лозунг красивый но куда мы денем тогда татары других если только до русских а если так то и тогда нашим нельзя быть не в израиле в америке куда их девать и поэтому это могут говорить только идиоты или придурки помните вот и все так и здесь я его слова переношу суда по-другому не надо себя вести а я уважаю любую религию я никакой не уважаю зачем я люблю мне не сказано уважать этого слова даже нету не отвратись от говорящего бога пока он близко я это делаю я перед ними не буду нигде склоняться а зачем я свидетель божий свидетель иисуса моего и иеговы и все ну все понял спаси христос давид помните тот давид который семьи пятидесятнической он вот сегодня тоже хотел выйти и там даже к нему там у них будет собрание может быть сегодня должно быть и он говорил что что-то возможно кто-то выйдет даже на беседу ну то есть кто-то он пригласит кого-то это вы говорите о давиде да 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 но он вот сейчас хочет выйти сейчас побеседовать у него вопросы еще у него очень много вопросов очень много мы еще тогда беседовали час после вас на многие вопросы отвечали на у него много я не знаю как про его как будто прорвало просто по вопросам а вы не заметили когда вы отдельно беседовали с вами был это же записывал но я заметил но я не знал вы там или нет я Я думал, просто случайно вы... Нет, нет. Я пошел, думал, что она молитву собирает людей. Так, вижу, вы разговариваете, мне как раз это и надо. Я скорее подключился, и все. Хорошо беседовали. Приятно. Замещаний никаких нету. Радость. Вот он сейчас вышел, мне сейчас написал, говорит, можно я, говорит, позвоню сейчас? Давайте, подключайте меня, если хотите. Давайте, сейчас я тогда вас подключу. Все, давай, с Богом. Отхожу. Аллилуйя.